На связи Краткий Капитан. Сегодня я расскажу вам о фильме «Британский психопат». Кейна Берджеса везут под конвоем в больницу, где умирает его престарелая мама. У нее рак, и несмотря на лечение, болезнь взяла свое. Когда Кейна привозят его, мама уже скончалась. Однако он все же захотел с ней проститься, взглянуть на нее. На обратном пути он вырубает двух копов в лифте и сбегает. Плодотворно проведя выходные, Кейн наведывается в бар, где время от времени собираются дружки и подельники его брата Линкольна. На входе стоят двое громил, и они отказываются пускать Кейна внутрь. Приходится перевести их в горизонтальное положение несколькими точными ударами. В баре Кейн просит налить ему пиво, и не торопясь потягивает его. Подельники Линкольна обсуждают недавние события, как убили их знакомого. Более того, ему отрезали руку. Один из них был свидетелем, и он рассказал остальным впечатляющую историю о том, как он в одиночку кинулся на убийцу, но тот сбежал. Кейну это показалось смешным. Он рассказал бандитам, что произошло на самом деле. А на самом деле, увидев, что его приятелю отрубили руку топором, парнишка слинял, как трусливая школьница. Когда Кейн закончил свою историю, в бар ворвался один из охранников, которых он вырубил на входе. Он кинулся на Кейна, получил по лицу и не успел опомниться, как Кейн вытащил обрез и приказал всем не двигаться. На шум из своей коморки вышел Хайт, правая рука Линкольна. Он сразу узнал Кейна. Он запомнил его другим. Когда-то Кейн был бойцом, на которого делали ставки, но особым умом он не блистал. Поэтому Хайт продолжает обращаться с ним, как с недалеким человеком. Он еще не понимает, какая каша тут заварилась. Один из Громил, забыв об осторожности, кинулся на Кейна. Когда тот перезаряжал обрез, ему Кейн прострелил ногу. А затем, чтобы не вопил, как резанный, ударил ногой в лицо. Громила сразу затих. Доказав, что он настроен серьезно, Кейн заставляет Хайда позвонить Линкольну и пригласить его в бар. А пока они его ждут, Кейн с Хайдом начинают вспоминать случай, который сделал из Кейна натурального психопата. В те годы он был наивным, глуповатым бойцом. Он пришел к брату, чтобы занять у него денег. Но Линкольн отказал. Ведь если Кейн не сможет отдать долг, ему придется натравить на него своих Громил. Линкольн предлагает работу, за которую готов дать эти деньги. Кейн должен проследить за женщиной, которая заберет у Хайда некий сверток, а затем отобрать его у нее. Все просто, но Кейн облажался и его посадили. Причем его закрыли вместе с отъявленными негодяями, убийцами и насильниками. Тут он заработал свои шрамы, один за другим. Его навещала мама, и Кейн просил прийти Линкольна, но он ни разу не появился здесь. Тогда Кейн понял, что может рассчитывать только на себя. С каждой новой попыткой убить его, он закалялся как сталь. После каждой новой схватки ему накидывали несколько лет срока и заставляли отсиживаться в одиночке. За что? Только за то, что я пытался защитить себя, вот за что! В одной из таких схваток Кейн выяснил, что его брат Линкольн обещал 20 тысяч тому, кто убьет его. И они пытались снова и снова, изобретая все более изощренные способы его покалечить. Один из зэков даже изготовил так называемый напалм в кустарных условиях. Его он плеснул Кейну в лицо, за что и поплатился. Когда у Кейна был сравнительно спокойный период, к нему снова пришла мама. Она рассказала, что у нее обнаружили рак, и что Линкольн заботится о ней. Кейн не стал рассказывать ей, что его брат засранец, каких свет не видывал. Пока он заботится о маме, Кейн будет молчать. Когда Кейн сделал перерыв в истории, заложники бара начали нервничать. Они выпили немало пива и захотели по-маленькому. Пришлось им отливать в бутылки. Хайда это взбесила. Он уверен, что Кейн не осмелится его прикончить, а потому лезет на рожон. Кейн же ставит его на колени и упирает ствол обреза в затылок. Кейн вспоминает тот случай, когда его впервые арестовали. Он добросовестно забрал у женщины сверток, но она погналась за ним. Кейн сделал все, чтобы женщина больше не бежала следом. Но она продолжала бежать до тех пор, пока ее не сбила машина. В этот момент Кейна арестовали. Детектив О'Хара описал ему схему работы Линкольна, в которую тот впутал младшего брата. Линкольн часто так делал. Давал деньги в долг, а когда их не могли вернуть, обращался к родственникам должника с требованием выполнить работу. Тогда долги спишут. Нужно было доставить пакет с наркотиками или деньгами по определенному адресу. Однако этот пакет еще ни разу не доставили. Линкольн посылал своего человека, чтобы тот украл пакет по дороге, и тогда родственники должника тоже оказывались в долгу. У них забирали машину, дом и все имущество, а потом переходили к следующему. Так набралось около 150 человек. О'Хара хочет, чтобы Кейн сдал своего брата. Тогда получится избежать новых жертв. Но Кейн ничего этого не знал, а потому не может свидетельствовать. Показания из него решено было выбить. Для этого в полиции есть специальный человек, офицер Эванс. Однако и у него не получилось добыть информацию. Наконец, в бар приходит Линкольн со своими боевиками. Кейн разоружает их и ставит к остальным. Он спрашивает брата, за что тот хотел убить его. И Линкольн говорит, что его младший брат принялся стучать на него. А это веская причина, чтобы убрать человека. Кейн раскрывает брату глаза. Он говорит, что Эванс, который утверждал, что Кейн стукач, обманул его. Ему просто захотелось, чтобы Кейна убрали. Линкольн предлагает связаться с Эвансом и спросить у него, действительно ли Кейн стучал, сидя на зоне. Однако Кейн уже с ним разобрался. Сбежав из больницы, он наведался к Эвансу и убил его. Узнав это, Линкольн начинает убеждать брата, чтобы тот сложил оружие. Отступился от своей мести. Он еще не подозревает, что дело не в ней. Пока Кейн сидел в тюрьме, у него появилась настолько осязаемая цель, что ради нее он готов был на все. Речь о тех людях, жизни которых разрушил Линкольн. На его счету почти 150 человек. И имя каждого из них Кейн слышал из раза в раз на судебных заседаниях, где ему накидывали еще несколько лет к сроку. Эти имена он написал на стене своей камеры. И когда Хайт, уверенный в своей безопасности, принялся насмехаться над Кейном и той целью, которую он себе поставил, Кейн снес ему половину головы точным выстрелом в упор. Этого Линкольн ему не простит. Хайт был для него больше, чем бизнес-партнером. Он был ему другом. Но и Кейн еще не закончил. Он и не рассчитывал выйти из этого бара живым, а потому позаботился обо всем заранее. Кейн наведался к бухгалтеру Линкольна, припугнул его и заставил перевести почти все деньги со счета брата на счета тех людей, имена которых он повторял все эти годы. Линкольну он оставил полторы тысячи фунтов на мелкие расходы. Кейн дал понять, что мысль о возможности освободить всех этих людей от долгового рабства Линкольна грела его все эти годы, заставляла жить и бороться. Без этой мысли он давно бы сдался и сгинул в этой тюрьме. Кейну нужен был только один шанс, чтобы выбраться на волю, тогда бы он воплотил свой план. И Кейн получил такой шанс. К нему пришел детектив О'Хара и попросил сдать Линкольна полиции. Кейн согласился, но взамен он хотел повидать свою маму перед смертью. Линкольн уже понял, что его младший брат пришел сюда не для того, чтобы рассказать о тяготах тюремной жизни. Кейн намерен убить брата, но прежде чем он выстрелит, Линкольн предупредил его, что живым он отсюда не выйдет в любом случае. Кейн расценил слова брата как пустую браваду, однако тут в дело вступила Без, что стояла за стойкой бара. Она разбила голову Кейна бутылку, дав возможность боевикам Линкольна его обезоружить. Первого нападавшего Кейн убил сразу, с остальными пришлось повозиться. И чтобы ему жизнь медом не казалась, Без выдала громилам Линкольна оружие, трубы, палки и гвоздодеры. Но не зря Кейн семь лет тренировался отбиваться от своры озлобленных зэков. Несмотря на все ранения, он отправлял на тот свет одного за другим. Даже вбежавший с автоматом парнишка не сумел переломить ситуацию в свою пользу. Кейн просто забрал у него оружие и разрядил обойму в толпу. Наконец, остались только Кейн и Линкольн. У старшего брата был припрятан сюрприз в виде обреза Кейна. Однако он оказался не заряжен, ведь Кейн выстрелил дважды и не перезарядил обрез. Вот как бывает, когда грязную работу за тебя делают другие. Без выдала Линкольну нож и братья схватились. Кейн оказался сильней. Он вспорол живот Линкольна. После этого он извинился за беспорядок перед барменшей и ушел. Далеко уйти ему не удалось. Кейна сильно ранили и он привалился к забору недалеко от бара. Тем временем детективу Охари поступали сообщения, что должники Линкольна получили каждый по 15 тысяч фунтов на начало новой жизни. Это все на сегодня. Подписывайтесь и ставьте лайки, если хотите больше подобных роликов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok